Дерзкая идея Как строят супер мосты? Супер сооружения, супер мосты и здания в Швецию В Северной Европе Аризонский пролив соединяет Балтийское море с Северным Он имеет ширину 16 километров и расположен между Данией и Швецией Здесь часто бушует непогода Аризонский пролив – досадное препятствие, потому что на каждом его берегу есть то, что нужно другому Копенгагену в Дании нужно более дешевое жилье Мальме в Швеции нужно больше рабочих мест Соединившись, эти два города могли бы образовать крупный экономически развитый центр Мост сделал бы их настоящим мегаполисом Но построить там мост было невозможно До недавнего времени Аризонский мост – самый длинный в мире канатный висячий мост Он предназначен для движения автомобилей и тяжелых поездов 1090 метров автомобильной и железной дороги подвешены на 160 тросах В 60 метрах над морем Его опоры поднимаются к небу на 204 метра Аризонский мост – одно из самых высоких бетонных сооружений в Швеции Это высота 60-этажного здания Начало грандиозному проекту было положено в 1991 году Когда датчане и шведы решили соединить свои страны Согласование договора было делом нелегким И последующая работа шла с трудом Для совместного строительства моста Компании двух стран создали консорциум Первой сложной задачей консорциума Был поиск ответа на вопрос Как построить 16-километровый мост С самого начала они столкнулись с серьезной проблемой На датской стороне, недалеко от побережья Находится Копенгагенский международный аэропорт Кастру Компьютерное моделирование показало, что высокие опоры моста Могли бы помешать воздушному движению и стать причиной трагедии Низкий мост не представлял бы опасности для самолетов Но стал бы помехой для датских кораблей Поняв, что возведение сооружения над водой сопряжено с трудностями Инженеры решили построить 16-километровый тоннель под водой Строительство тоннеля, соединяющего два берега, было бы прекрасным, но дорогим решением Третье решение, к которому мы пришли, было таким В качестве одной части переправы построить мост А в качестве второй тоннель — на участке, прилегающем к аэропорту Возвести мост было бы проще и дешевле, но он мешал бы самолетам Совмещение моста с тоннелем стало новой и сложной задачей Как превратить тоннель в мост посреди моря? Инженеры должны были найти участок суши, где тоннель мог бы выйти из воды Им был нужен остров К сожалению, острова не было Его было решено построить Когда остров был готов, территория Дании увеличилась на 1,3 млн квадратных метров При длине тоннеля 4 км и такой же длине острова Общая длина переправы должна была составить 8 км Оживленный судоходный участок делал невозможным строительство низкого моста Но на шведской стороне не было аэропорта Здесь можно было строить мост любой высоты А она должна была быть очень большой Для обеспечения безопасного судоходства мост надо было поднять на 60 метров над водой Длина центрального пролета должна была составить не менее 450 метров Чтобы решить все эти задачи, консорциум провел конкурс проектов Один из самых впечатляющих проектов предполагал строительство самого большого арочного моста в мире Размеры арки даже трудно себе представить Их можно оценить в сравнении с кораблем, проходящим под мостом Арка очень большая Она стала бы своеобразным памятником Но у арочных мостов есть слабое место По мере того, как края арки приближаются к воде Места для прохода больших кораблей становится все меньше и меньше Всегда есть риск столкновения Корабль может врезаться в нижнюю часть арки, и тогда все сооружение обрушится Отказавшись от идеи арочного моста, инженеры решили построить подвесной мост Технология подвесного моста позволяет создавать самые длинные пролеты любой конструкции Два огромных троса протягивают по всей длине моста От них отходят тросы покороче, которые поддерживают полотно моста Но такое тросовое соединение делает мост слишком гибким Движение поездов было бы затруднено Под их весом прогибались бы рельсы Поезда очень тяжелые На подвесном мосту, если смотреть со стороны, перед поездом возникла бы выпуклость Он как бы все время шел в гору Проекты подвесного и арочного мостов отклонили Инженеры предпочли проект, который отвечал всем требованиям Проект вантового моста Его конструкция достаточно жесткая для железнодорожного транспорта Так как в данном случае тросы прикреплены непосредственно к неподвижным опорам Это дает большой выигрыш Строить вантовый мост дешевле, чем подвесной Отсутствие двух громадных главных тросов позволяет сэкономить тонны стали Решение было принято Лучшим проектом, соответствовавшим условиям Аризунда Был признан проект двухуровневого вантового моста С автомобильной четырехполосной проезжей частью наверху И высокоскоростной железной дорогой внизу Это сооружение обещало стать монументальным Основным элементом 16-километровой аризундской переправы Но время шло Согласно договору между Швецией и Данией Строительство переправы должно было завершиться через пять лет За эти пять лет предстояло построить искусственный остров Рекордный во всех отношениях мост И самый большой тоннель подобного рода Первой очередной задачей стало строительство острова Сроки были очень сжатые Его надо было построить за 14 месяцев Работа началась 17 августа 1995 года Когда на дно пролива лег первый из миллиарда камней Там, где была вода, груди камней предстояло стать островом длиной 4 километра Первым шагом была укладка периметра Из Швеции привезли камни весом миллион 800 тысяч тонн Чтобы не отставать от графика, материал подвозили постоянно Ежедневно 16 барж доставляли сюда 18 тысяч тонн материала Камень укладывался точно на место С помощью спутниковой системы глобального позиционирования Так создавали 12-километровый периметр Теперь его надо было заполнить Это была сложнейшая задача Требовались миллионы кубометров материала Дания и Швеция брали этот материал со дна моря Вторым этапом было углубление дна Инженеры предложили уникальный беспроигрышный план Но углубительные работы были необходимы для строительства моста и тоннеля Теперь поднятому со дна грунту нашлось применение Чтобы соблюдать график, надо было ежедневно поднимать со дна 11,5 миллионов кубометров грунта Для этого потребовался самый мощный в мире дноуглубитель Чикаго В его ковше поместится микроавтобус За один раз он может поднять с морского дна 22 кубических метра грунта Его плавучая платформа настолько велика, что некоторые районы Балтийского моря Не были для нее достаточно глубоки Чтобы добраться до места строительства, этому судну пришлось углублять дно для самого себя Углубление дна было только частью проекта Огромное количество извлеченного из-под воды грунта приходилось доставлять на место Был сформирован флот из 50 судов Это была сложная работа для рулевых Требовалось высокое мастерство, чтобы вести тяжело груженные суда Борясь с течением, непогодой, обходя мели Самой большой работой для дноуглубителя стал огромный котлован для подводного тоннеля глубиной 11 метров Шириной 46 метров и длиной 4 километра Со дна было поднято 2 миллиона кубометров грунта Эта работа была бы трудной, имея не дело только с силом и камнями Но грунт на 90% состоял из очень твердого, так называемого, копенгагенского известняка Он оказался не по зубам даже Чикаго На помощь строителям пришел один из самых мощных в мире дноуглубителей с рыхлителем Бобр Главное орудие бобра — огромный бур с 60 рисами, каждый из которых весит более 20 килограммов Иногда его называют вращающимся конусом смерти Несмотря на эту мощь, копенгагенский известняк оказывал упорное сопротивление Он ломал по 200 рисов в день В общей сложности их было заменено 52 тысячи Бобр — не просто большой бур Он также действует как пылесос Вгрызаясь в известняк, он всасывал его обломки Затем под воздействием гигантских насосов Камни и вода перемещались по 4-х километровому трубопроводу к месту возведения острова Обломки известняка были настолько острыми, что они повредили внутреннюю часть трубы В связи с перемещением такого количества камней и грязи Перед строителями встала новая задача Обеспечивать защиту окружающей среды Экология мелкого Аризунского пролива крайне уязвима Наибольшую угрозу представляют последствия дноуглубительных работ Клубы Ила могут уничтожить огромные площади водорослей Которые кормят и дают убежище морским животным Для Дании и Швеции причинение экологического ущерба являлось нарушением договора В нем говорилось, в случае попадания в окружающую среду более 5% обломков и грязи Дноуглубительные работы должны быть прекращены Что ставило весь проект под угрозу Казалось бы, 5% это немного, однако это составляет 340 тысяч кубометров камня Чтобы избежать загрязнения среды, надо было работать быстро, но аккуратно И строители успешно справились с этой задачей Но их ждала новая опасность, которая угрожала их жизни 25 ноября 1995 года было 30 днем с начала дноуглубительных работ на Аризонской переправе Поднять с морского дна 7 миллионов кубометров грунт оказалось несложной задачей Строители считали, что все идет как надо Однако дноуглубительные работы стали самой опасной частью проекта Строители не знали, что от смерти их отделяли несколько сантиметров Проблема возникла, когда Чикаго зачерпнул опасный груз Бомбу, которая могла взорваться в любую минуту Затем она оказалась в заполненной грязью барже Никто не знал, что она лежит там При малейшем контакте мог сработать детонатор И 36 килограммов тротилы уничтожили бы баржу и рабочих Чтобы понять, как она здесь оказалась, необходимо вернуться на 60 лет в прошлое В мае 1945 года Дания праздновала окончание Второй мировой войны Над гаванью Копенгагена проходило авиашоу с участием самолетов британских ВВС с боевыми бомбами на борту Некоторые из этих бомб упали и не взорвались Спустя 60 лет они представляют огромную опасность Даже если бомбе 50-60 лет она может сработать Вот почему это опасно Всегда Если бомба подверглась коррозии И взрывчатое вещество повреждено Весь механизм стал более чувствительным, а значит более опасным Техника приближалась к бомбе И тут кто-то из рабочих вовремя ее заметил Чтобы увезти бомбу, обезвредить и взорвать ее Вызвали представителей датских ВМС Специалисты-взрывники знали лучше, чем кто-либо, что последствия этого случая могли быть трагическими Если бы бомбу задел ковш, и она взорвалась Могли погибнуть люди Люди и график строительства едва не пострадали От бомбы избавились И работа продолжилась Но облегчение было недолгим Вскоре обнаружили новые бомбы К счастью, никто не пострадал, но график работ был серьезно нарушен Теперь, перед началом выемки донного грунта, каждый участок проверяли на наличие бомб Все 16 найденных бомб были подорманы Безопасность важнее выполнения графика работ Задолго до обнаружения бомбы и даже до того, как был поднят первый ковш донного грунта Строители Аризунской переправы знали, что им придется решать ряд сложных задач Полоса воды, разделяющая Данию и Швецию, имеет ширину 16 километров Барьер культурных различий между двумя народами гораздо больше Это две совершенно разные страны, с разными языками, валютами Разные почти во всем До 50-х годов 20-го века в этих странах автомобили ездили по разным сторонам дороги А поезда ходят по разным путям до сих пор В Дании по правому, а в Швеции по левому В этих странах используют разное напряжение в электросети, а также разные радиосигналы и частоты Раньше это не имело значения, поскольку эти страны не были связаны Но теперь эту головоломку надо было решать до открытия моста Инженеры должны были создать компьютерную систему, соединяющую компьютеры разных поездов И выработать стандартный стиль формулировок, позволяющий понимать речевые инструкции всем машинистам поездов Также требовалось создать электрическое оборудование, которое на ходу переключало бы питание поезда с 25 на 15 тысяч вольт Решения были такими сложными, что перед отправкой на аризонтскую переправу каждый новый поезд надо было испытывать без пассажиров Существовала и проблема действий в чрезвычайных ситуациях Пожарное оборудование в обеих странах было разным Лучшим решением было оснастить каждый гидрант разными соединительными муфтами Малейшая деталь требовала согласования В обеих странах даже пролив называли по-разному Слово «аризунт» — смешение датского и шведского вариантов В то время как одни члены команды искали название для переправы, другие ломали голову над тем, как ее возвести Разрабатывали план строительства огромного тоннеля, такого еще никто не строил Для начала надо было построить завод, где создавались бы элементы тоннеля Решили построить 20 секций, а затем соединить их в котловане на дне Даже величина этих секций была рекордной Длина каждой составляла 175, ширина 38, высота 8,5 метров Две трубы предназначались для автомобилей, две для поездов и одна для аварийной эвакуации На создание каждой секции отводился месяц В Дании строительство тоннеля началось создание конструкции из стальных прутьев весом 40 тысяч тонн Их согнули и сварили Получилась громадная стальная клетка, которую поместили в огромную форму Затем гигантскую конструкцию заключили в оболочку, на которой ушло 7,5 миллиардов литров бетона Из всех огромных составных частей Аризонской переправы элементы тоннеля оказались самыми большими Каждый из них имел длину двух футбольных полей, высоту трехэтажного дома и весил целых 55 тысяч тонн Их перемещение было грандиозной и опасной задачей Во время ее осуществления случилось одно из самых тяжелых происшествий за все время строительства Вес каждой секции тоннеля превышает вес 24 космических челноков Количество бетона, залитого между ними, хватило бы на строительство трудуара, который мог бы дважды обогнуть земной шар Ни одно устройство в мире не могло поднять и установить эту секцию на место Инженеры должны были переместить конструкцию весом 55 тысяч тонн с суши на середину Аризонского пролива Было решено превратить их в плоты и по воде отправить к месту установки Сначала все отверстия закрыли большими стальными пластинами весом более трех тонн Благодаря этому гигантские бетонные конструкции приобрели плавучесть Доставить их к воде было невозможно С помощью хитроумной системы шлюзов воду доставили к ним Край сборочной линии был с трех сторон окружен дамбой Четвертую перекрывала огромная передвижная стена Водоем заполнялся водой, его уровень составлял 9 метров над уровнем моля Для этого требовалось 100 миллионов литров воды Плавучую конструкцию приводили в движение 4 23-тонные лебедки Еще две лебедки направляли ее к глубокому краю водоема Уровень воды в водоеме и море сравнивался, и секция была готова отправиться в плавание Когда она оказывалась над котлованом, перед строителями вставала задача ее затопления Отправить такой большой плод на дно – дело не из легких Для этого использовался балласт Чтобы секция сохраняла горизонтальное положение, в специальные емкости медленно закачивалась вода Спуск осуществляли с помощью четырех прочных тросов Соединение секций тоннеля требовало высокой точности Для установки их на место использовали спутниковую систему глобального позиционирования Допустимая погрешность составляла менее сантиметра с четвертью в любую сторону Чтобы направлять конструкцию в нужное место, водолазы установили временную раму Когда секция опускалась на дно, оператор лебедки подводил ее вплотную к предыдущей Оказывавшаяся между ними вода откачивалась Стальные пластины снимали Чтобы тоннель не сдвигался с места, его по всей длине залили почти метровым слоем бетона А сверху уложили огромные камни Установка первых двенадцати секций прошла безупречно Но тринадцатая потребовала особого внимания Из суеверных соображений ей присвоили номер 12А К сожалению, переименований оказалось недостаточно Во вторник, 4 августа 1998 года погодные условия в проливе были идеальными Буксировка очередной секции тоннеля проходила без происшествий К полудню секцию 12А доставили на место В 15.30 в нее закачали балласт, и она стала медленно опускаться под воду Вдруг что-то пошло не так Секция накоренилась и устремилась вниз Воздух взмыл 30-ти метровый столб воды Секция камнем упала на дно Чтобы избежать поражения током, рабочие на понтонах отключили электричество Причину случившегося выяснили только через несколько часов Виной всему была человеческая ошибка Недостаточно хорошо закрепили одну стальную пластину Под давлением вода она сместилась, и вода затопила секцию Лебедки не удержали дополнительный вес К счастью, никто не пострадал Но что стало с секцией 12А? Тщательное обследование показало, что она осталась пригодной Но драгоценное время было потеряно Строители могли выбрать другой способ создания тоннеля Они могли пробурить его под морским дном Именно это сделали в Дании в двух часах езды от Копенгагена Через пролив большой поезд требовалось провести железную дорогу Здесь случилось происшествие куда более серьезное, чем в Аризонте Чтобы пробить два железнодорожных тоннеля Туда доставили четыре громадных бурильных машины Каждая имела длину 90 метров Вес бурильной головки составлял более 100 тысяч тонн А диаметр 7 метров Бурильная головка извлекала грунт и камень Которые с помощью ленты транспортера Доставлялись к вагонеткам небольшого поезда Бурильные машины не только пробивали тоннель Но и устанавливали секции стен Число этих секций составило 62 тысячи Сложность с бурением заключалась в том Что не был известен состав грунта Так произошла авария на большом поясе Бурильная машина вошла в водяной карман Вода начала просачиваться в тоннель А затем заполнила его Специальный люк должен был удержать эту массу воды Но его оставили открытым Вода затопила один тоннель А затем, пройдя по аварийным тоннелям, второй Прошел год, прежде чем работы возобновились Этот тоннель отличается от Аризунского тем, что он пересекал весь пролив Тяжелые поезда могли не ходить по мосту Благодаря этому здесь у строителей было больше свободы выбора, чем в Аризунде Они могли построить подвесной мост И они сделали это с большим размахом Создав второй по величине мост в мире, протянувшийся на 2700 метров Его опоры имеют высоту 250 метров Почти на 30 метров больше, чем опоры моста Золотые ворота в Сан-Франциско Основным элементом этого моста, в отличие от Аризунского Являются два основных троса, переброшенных через башни опоры Эти гигантские тросы имеют толщину метр и длину почти 3 километра Основные тросы состоят из более чем 18 тысяч стальных жил Каждый из которых чуть тоньше карандаша Они не сплетены, а расположены параллельно друг к другу и скреплены Готовый трос весит более 9500 тонн Важной задачей при строительстве висячего моста является закрепление концов троса Анкерные блоки моста Большого пояса огромны Они представляют собой маленькие острова Каждый из них весит более 300 тысяч тонн Вантовые мосты, такие как Аризонский, не имеют подобных элементов Блок анкерного крепления – часть конструкции висячего моста Трос нельзя просто залить бетоном, бетон его не удержит Вес должен быть распределен на большую площадь В анкерном блоке жилы разделяются на все более тонкие пучки Когда тросы моста Большого пояса достигают бетона, их вес распределяется на площади более 64 квадратных метров Эластичность тросов хорошо видна в блоке анкерного крепления Нужно немного времени, чтобы он начал двигаться Он движется в пределах 3-4 миллиметров Но он движется с самого верха и до анкерной плиты Для Аризонского моста такая эластичность была неприемлема Он должен был обладать жесткостью, чтобы выдерживать огромный вес автомобилей и поездов Для того, чтобы мост мог побить мировые рекорды, требовалось высочайшее инженерное мастерство Строительство моста такой высоты и величины стало сложнейшей задачей для тех, кто осуществлял Аризонский проект Строители работали с полной выкладкой, чтобы закончить работу к намеченному сроку – июлю 2000 года Они уложили на искусственный остров последние камни, опустили на дно секции тоннеля Пора было возводить самый длинный в мире автомобильный и железнодорожный вантовый мост Строительство началось с возведения пилонов При высоте с 60-этажный дом они должны были стать самыми высокими спаренными пилонами в мире Две огромные поперечные балки должны были соединить две гигантские ноги под проезжей частью Над полотном моста оставалось открытое пространство Балку не разместили над проезжей частью по двум причинам Без нее конструкция выглядела изящнее Также учитывалась вероятность столкновения самолета с пилоном Если бы эта компьютерная анимация стала реальностью Отдельно стоящие пилоны помогли бы мосту уцелеть Отсутствие поперечной балки над проезжей частью делало опоры более эластичными В случае столкновения мостовая конструкция испытала бы меньшую силу удара И это повысило бы ее устойчивость Строительство пилонов началось на суше Как и секции тоннеля, основания моста изготавливались в сухом доке Они были огромны Площадь каждого из них составляла 1500 квадратных метров На которых поместились бы дом, гараж и сад Они весили более 18 тысяч тонн Легче секции тоннеля, но перемещать их было гораздо сложнее Высота основания составляла 22 метра Глубина Резунского пролива всего 7,5 метров Переправлять основания в Плайв было невозможно Их надо было перевозить Судно, которое могло бы это сделать, не существовало Поэтому его решили построить Для этого использовали две огромные баржи Их соединили в районе носа и кормы И получился своеобразный катамаран Сухой док заполнили водой Чтобы катамаран смог проплыть над основанием Чтобы вывести эту странную конструкцию в пролив Понадобились 5 громадных буксиров Основание опустили в вырытое на дне углубление Устанавливать его на место помогала спутниковая система глобального позиционирования При допустимой погрешности 8 сантиметров На этом этапе основания возвышались над водой на 3 метра Вскоре каждая из них выросла еще на 180 сантиметров Каждая восходящая башня опора стала отдельной новостройкой Оснащенная оборудованием, которого хватило бы для небольшого завода Обе части каждой опоры наращивались 4-х метровыми секциями Одна постоянно опережала другую на 12 метров, чтобы не создавать помех гигантским кранам Когда высота двух опор достигла 44 метров, установили поперечную балку Начиная с высоты 80 метров, на пилоны начали устанавливать стальные узлы для крепления вант Через каждые 12 метров добавлялся новый узел Снаружи пилоны кажутся цельными Однако в них размещено оборудование, в том числе лифт С вершины пилона открывается живописная панорама В то время как в Аризунском проливе возводили пилоны На берегу собирали двухъярусные пролетные строения Это громадные конструкции из стали и бетона длиной 140 и шириной 23 метра Сверху должна была пройти четырехполосная проезжая часть для автомобилей А внутри железная дорога Рельсы решили провести по цементному желобу Предполагалось, что в случае схода поезда с рельсов Это направляющее удержит его на мосту Нижняя часть пролетных строений кажется цельной Но они, как и пилоны, полы В них также размещено необходимое оборудование В конструкции моста использовано 80 тысяч тонн стали А у стали есть смертельный враг Коррозия Коррозия может уничтожить мост изнутри Защитой могла бы служить краска Но покраска такой площади экономически невыгодна Поэтому конструкция Аризунского моста оснащена системой влагопоглощения Благодаря ей влажность воздуха внутри моста составляет 60% А отсутствие влажности означает отсутствие коррозии Согласно правилам, строители были обязаны осматривать каждую часть моста Мера разумная, но она доставила рабочим немало хлопот Потому что нижняя часть моста находилась в 60 метрах над водой На проезжей части рабочих приходилось бы оберегать от автомобилей и поездов Которые двигались непрерывным потоком К счастью, инженеры Аризунского моста все предусмотрели Под мостом ходила подвесная тележка Передвижная тележка Аризунской переправы Одно из немногих устройств такого рода, которое может двигаться по всей длине моста Большинство таких тележек останавливаются у мостовых опор Эта тележка разворачивается и проходит между элементами пилона По другую сторону пилона она снова поворачивается и продолжает свой путь Когда рабочие оказываются в нужном месте, то устройство действует как швейцарский армейский нож С множеством приспособлений Рука с гидроприводом выносит людей за тросы и поднимает их над проезжей частью Так можно добраться до любой точки, не останавливая транспортный поток Нависая высоко над водой, эта рука обеспечивает доступ к такому оборудованию, как это Созданное специально для Аризунского моста Это гаситель колебаний, которые могли бы на десятилетия сократить жизнь моста Имеется и средство для осмотра опор В этой люльке рабочие могут опускаться на 60 метров до самой воды Проверять, нет ли в бетоне трещин И даже менять лампочки, которые помогают направлять сюда, в створ моста Из тележки хорошо видно, что мост собран из частей Правда, не совсем понятно, как их сюда доставили Огромные секции были собраны в нескольких километрах отсюда, на берегу Хорошей новостью было то, что они весили только 5,5 тысяч тонн А не 18 тысяч тонн, как основания И не 55 тысяч тонн, как секции тоннеля Правда, чтобы установить тоннели, основания на место, их опускали А пролетные конструкции моста приходилось поднимать на 60 метров И удерживать в висячем положении Как бы то ни было, Резунская переправа Один из самых смелых инженерных проектов 20 века Подрядчики построили 9-километровый искусственный остров На 4-километровом участке они углубились в сверхпрочный копенгагенский известняк Они собрали по частям самый большой в мире подводный тоннель Когда до окончания срока строительства остался год, начался последний, самый впечатляющий этап Наконец, мост начинал походить на мост Установка главного пролетного строения была решающей проверкой всех планов и расчетов Конструкция должна была быть достаточно высокой, чтобы под ней могли проходить корабли И прочной, чтобы выдерживать вес поездов и машин Такой мост еще не строил никто Для этого потребовался самый большой плавучий кран на земле Способный поднимать груз весом более 7 тысяч тонн Это вес 30 Боингов 737 Кран носил имя Лебедь И это был его момент славы Чтобы поднять пролетное строение, Лебедь затрачивал 75% своей силы Самое высокое из них заняло свое место у пилона После чего начали закреплять тросы Первый имел длину 50 метров Каждый следующий был длиннее предыдущего Самый длинный протянулся более чем на 260 метров Затем Лебедь установил новую секцию Нависшая над водой пролетная конструкция удалялась от пилона навстречу мировому рекорду В этот период мост был наиболее уязвим Временные крепления помогали, но наибольшую прочность он мог приобрести, только став законченной конструкцией Ветры и бури могли привести к катастрофе 14 августа 1999 года Лебедь установил последнюю секцию проезжей части моста Между Данией и Швецией впервые пролегла переправа Датский принц Фредерик и наследная принцесса Виктория впервые встретились на границе своих стран В течение 9 лет предельный срок строительства аризонтской переправы определял ритм жизни всех его участников На конец 1 июля 2000 года в 11 часов вечера аризонтская переправа была официально открыта Сроки и бюджет были соблюдены Мост был открыт, но сложности не закончились Теперь надо было постепенно возмещать расходы на строительство Официальный бюджет строительства моста, тоннеля и острова приближался к 3 миллиардам долларов США Однако расходы не прекращались, обслуживание должно было проводиться постоянно Вскоре после открытия переправы инженеры обнаружили проблему с ограждением Болты разъедала коррозия Один болт не проблема, но их было 16 тысяч В случае их выхода из строя небольшая автоавария могла закончиться непоправимой катастрофой Чтобы предотвратить разживение, действовать пришлось быстро Предстояла трудоемкая работа, но это было лучше, чем ждать и заменять болты позднее Когда пришлось бы ломать бетон Предотвращение коррозии началось с удаления гаек и чистки болтов Чтобы уберечь болты от влаги, их покрыли гелем и установили новые шайбы За обслуживанием и прочими работами на мосту наблюдают из Швеции Из здания, расположенного у площадки контрольного пункта Там находится высокотехнологичный пункт управления Транспортный центр Арне 30 тысяч единиц информации поступают с моста на компьютеры пункта управления Операторы постоянно следят за безопасностью На переправе установлены 256 камер Уследить за всеми операторы не могут Им помогает компьютер Он распознает остановившиеся машины и те, что движутся в неправильном направлении Обнаружив проблему, он предупреждает операторов и выделяет соответствующую камеру Операторы могут вручную управлять камерами с возможностью многократного увеличения Один из приятных сюрпризов оризонской переправы нельзя увидеть с пункта управления Он находится под водой 51 устой моста оказал неожиданное воздействие на окружающую среду Устои превратились в искусственные рифы, покрытые моллюсками и водорослями И предоставили морским обитателям корм и убежище Защитники окружающей среды, которые сначала выступали против оризонского проекта Сейчас отмечают в этом месте всплеск жизненной активности Постоянно действующая переправа через 16-километровый оризонский пролив Это была мечтой многих поколений Это настоящий инженерный подвиг, увенчавшийся технологическим прорывом и новыми мировыми рекордами От побережья Дании до побережья Швеции Самый большой подводный тоннель в мире Самый длинный в мире двухъярусный автомобильный и железнодорожный мост И самые высокие в мире спаренные пилоны За первые пять лет эксплуатации оризонской переправы Ей воспользовались 44 миллиона человек, которые искали новую работу, новый дом или просто путешествовали Оризонская переправа изменила карту Европы Она еще больше сблизила два города, две страны и жителей всего континента Это один из супер мостов мира Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok